В Новошахтинске проходит муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьников, президентские спортивные игры. Позади – эстафета. На этой неделе – многоборий по лёгкой атлетике. Последние три года соревнования по лёгкой атлетике не удавалось провести из-за плохой погоды. У нас проходит соревнование по лёгкой атлетике. Программа включается на 60 метров, 600 метров, 800, прыжки в длину с места и метание мяча. От каждой из 19 школ команда из 8 человек – 4 мальчика и 4 девочки. Им предстоит защищать честь школы в беге, прыжках и метании мяча. На президентских играх школьников – особый подсчёт результатов. Время преодоления дистанции, расстояние прыжка или брошенного мяча соответствует своему количеству баллов. Эти баллы суммируются и определяется личный зачёт участника. Также по всем видам спортивных игр определится и команда школы, набравшая наибольшее количество баллов. В последние годы на областной этап всероссийских спортивных игр от Новошахтинска выступала школа номер 40, но выйти победителем пока не удавалось. Почему-то всё время второе место, мы никак не можем до первого дотянуть. У нас в городе, ну как к лёгкой атлетике, пока ещё такого высокого уровня нет. Поэтому нам всё время конкуренцию составляет Гуково, лёгкая атлетическая школа, Таганрог составляет. Поэтому всё равно наш маленький город, мы всё равно пытаемся конкуренцию составить другим городам. Они всё время нас ждут там и боятся, что приедет Новошахтинск. И всё равно что-нибудь, да где-нибудь мы довлезем обязательно. У нас очень хорошие учителя в городе, учителя физкультуры особенно, лишь бы было желание у детей и у их родителей приводить детей и заниматься более серьёзно. Отсутствие в городе тренера по лёгкой атлетике сказывается на результатах. Чтобы выйти на более высокий уровень, школьной программы, увы, не хватает. Приходится рассчитывать на хорошие баллы в других видах спорта. Значит, в дальнейшем у нас будет баскетбол, девочки, мальчики, волейбол, плавание, шашки будут у нас тоже. Муниципальный этап президентских спортивных игр продолжается. И мы желаем новошахтинским школьникам успешного выступления в предстоящих соревнованиях.